Чуть больше минуты и квартира может превратиться в пепелище. Причина этому ёлка и короткое замыкание китайской гирлянды. Свечи с открытым огнём уже мало кто использует. Опасность несёт каждая лампочка, а чем суше ель, тем выше вероятность возгорания. Новогоднюю ёлку, прежде чем устанавливать, нужно для неё выбрать эффектное место, чтобы не в центре комнаты, чтобы она не мешала путям эвакуации в случае необходимости. Ни в коем случае нельзя ставить ёлку вблизи нагревательных приборов, а также батарей. Сухая ёлка вспыхивает, как порох и сгорает в течение пяти минут. Спасатели советуют сознательно относиться и к выбору новогодней пиротехники. Обращать внимание на срок хранения, целостность упаковки и выделение пороха. Закупать фейерверки следует только в специализированных магазинах, где продавец предъявит лицензию. Последствия взрывов непредсказуемы, но очевидны. Лицензия выдаётся по адресу. Должен быть человек, который продаёт пиротехнику, продавец, он должен пройти обучение в Киевском университете МВД и пройти инструктаж у такого человека, который прошёл это обучение. Хоть в этом году цены на лесных корсавиц подскочили, дешевле наряжать купленную ёлку, а не спиленную в ближайшем лесу. Только за декабрь лесники оштрафовали нескольких нелегалов на тысячи гривен. Согласно админкодекса, такое нарушение, за него предусмотрен штраф в размере 170 гривен. Кроме того, ущерб рассчитывается не меньше 300 гривен за самую маленькую ёлку, самый маленький диаметр. Также сотрудники госслужбы по чрезвычайным ситуациям напоминают о правилах встречи безопасного Нового года. Уважаемые взрослые, ни в коем случае не допускайте ваших детей к подобным опасным игрушкам. Потому что, как правило, статистика говорит о том, что от 3 до 5 человек ежегодно попадает с травмами, ожогами лица, рук в ожоговое отделение 5-й городской больницы. Заведомо не обращайте себе праздник и пусть огонь несет в ваши дома только тепло и благополучие.